Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж, а мы продолжаем. И сегодня мы продолжаем тему автомобилей ВАЗ. И, как я рассказываю в каждом видео, о следующем автомобиле, то есть начиная от копейки до самых последних ВАЗов. И сегодня у нас на очереди ВАЗ-21099, и мы поговорим о ее плюсах и минусах. Итак, откуда появилась 99-ка? Мне нравятся инженеры ВАЗа, они, чтобы не заморачиваться, им нужен был какой-то новая модель, захотели седан, взяли девятку, приклепали зад, и получилась машина-песня 99-ка. Поговорим как раз о этом элементе, так сказать, багажнике, который появился в 99-ке. Это ее и плюс, и минус. Почему? Сразу скажу, почему минус. Если в езде, если вы активно любите ездить, где-то в повороты там залаживать, ну, я имею в виду на высокой скорости проходить повороты, это минус. Потому что изначально автомобиль проектировался как восьмерка, то есть, соответственно, ну, девятка там, суд не в этом. То есть, именно по балансу развесовки, там не было предназначено, так сказать, вот эта часть, которая нависла, будем так говорить, сзади, за задней осью, и причем значительно дальше. Поэтому автомобиль изначально не был к этому предрасположен, но машина ездит, и что это изменяет везде. Когда вы на высокой скорости, у меня просто и восьмерка, и девятка, и девятка, и девятка у меня была, и есть с чем сравнивать. Когда на большой скорости, если заходить в поворот, зад немного машины стягивает, потому что как раз вот это дает дополнительную инерцию, то есть, заду автомобиля. В остальных элементах никаких минусов, только плюсы. Безвечно у восьмерок-девяток крышка багажника, которая гремит, там проблемы с замком, крышка отъезжает, и все остальные моменты. В девяностой девятке этого проблемы нет. Удобно себе багажничек открыл. Я ездил на восьмерке и девятке, и когда я купился один раз в девятку, вообще была песня, багажничек открыл, все удобно, во-первых, больше места. Во-вторых, и за счет этой конструкции ушла вот эта проблема, что в восьмерок и девяток, особенно в восьмерок, что со временем кузов устает и начинает гулять задние стаканы, и там начинаешь кидать распорки, усилять кузов. То есть, помимо того, что, как я рассказывал в виде про девятки, что возле двери этот элемент, возле форточки, часть стойки усиливает, а не, как многие думают, что дверь лишняя услабевает кузов. Опять же, завязан на стакан. Плюс задняя кромка вокруг лобового стекла. Так рассказываю, что прямо сейчас я опять себе захотел еще девяносто девяточку купить. И, получается, усиливает еще больше всю вот эту конструкцию вокруг стаканов, и стаканы, грубо говоря, там не гуляют. Ну, а если еще кинуть какую-то распорку дополнительно, то вообще там будет бомба. И как раз себе, когда купил девяносто девятку, у меня передняя техномастер распорка, задний телевизор, стабилизатор, там, короче, песня была. Так вот. И очень удобно, я же говорю, надо открыл, закинул туда-сюда вместительность. Да, нет такого, сразу же, опять же, о минусе. Восьмерке, девятке, если надо, что-то габаритное перевести. И открыл багажник на всю улицу, загрузил туда. Я что-то только не грузил в те восьмерки, девятки, даже перечислять не буду. И пусть там торчит на полу улицы, сиденья задние положил, еще боковое пассажирское положил, и там, что хочешь, перевози. То есть, девяносто девятки, да, можно там это все тоже, там, спинка туда-сюда, но это уже не то, то есть, что-то габаритное уже сложнее перевозить. Ну, а так, если вы просто машину используете как семейную машину, очень четкий вариант. Она в себе вобрала все плюсы восьмерки, девятки, именно плюсы даже девятки, тоже четыре двери, удобная посадка в машину, то есть, этот багажник, который очень четко вобрала в себя надежность двигателя, ходовой коробки от восьмерки и девятки. И я считаю, что это машина-песня. То есть, плюс выпускались и они как карбюраторные, так и инжекторные. У меня был очень четкий вариант, 2000-й год, карбюраторная. То есть, достаточно такой, ну, относительно свежий, как для классики, год 2000-й. И в те годы еще, как бы, карбюраторы попадались, и она была карбюраторная. Вообще, машина-песня. Я имею в виду, что карбюратор, инжектор, и каждый для себя, именно в данном автомобиле, мог себе выбрать и может выбрать, что ему больше нравится. То есть, я имею в виду, что машина такая, так сказать, посередине эпох карбюратора и инжектора, и половина их с карбюраторами, половина с инжекторами. И каждый может, потому что есть любители карбюраторов, как я, допустим, есть любители инжекторов, можно себе ее выбрать. И они относительно еще свежие, так сказать, по годам. Не такие, как там ВАЗ классики, которые там 70-х годов уже все сгнило. И не такие даже, как восьмерки, потому что ранние восьмерки, там 80-х годов, начало 90-х, тоже время берет свое, уже погнили. Есть, конечно, 99-ки гнилые, но в большей массе, мы говорим о большей массе, нормальные живые кузова. Все и шли длиннокрылые, то есть не было, как в восьмерке, девятом, там, короткокрылые, потому что короткокрылые, это старомодно, некрасиво. И не шли, как там восьмерки, девятки с четырех ступками, они уже и шли с пяти ступками. Это, как бы, я живу... Эта модель уже, так сказать, убрала все минусы там, и я тут оставил одни плюсы. Получается... Но есть один минус именно в самих коробках. Ну, это лично я считаю, ну, и на практике с этим имел дело. Те коробки, которые со щупами, то есть очень часто уже в таких моделях и в более современных, перенеприванных, пошли коробки со щупами. То есть они менее надежные, они менее крепкие. Если для автоспорта использовать, если вы строите какую-то боевую коробку, боевой двигатель, и хотите туда поставить эту коробку, корпус слабый, то есть, ну, поэтому его, как бы, лучше не использовать, если шел лучше старого образца. То есть все они шли пяти ступками, с парами там по-разному попадались, 3,9 и 3,7. Ну, грубо говоря, это там сильно-сильно на полет не влияет, там чуть-чуть там длиннее передачи. Две теля уже туда не ставились, 1,3, как в восьмерках-девятках были 1,3, там две теля, которые при обрыве там ргнут клапана, там 1,3 не тянет. Ставились уже 1,5, 1,6. То есть, и очень четкий вариант, этот двигатель неубиваемый. Осталась, конечно, проблема с вот этим телевизором спереди, который иногда рвет. Вот, но я же говорю, один раз его провариваете и забываете о всех проблемах. Привода, гранаты, то, что хрустят, будет, как обещал, будет отдельное видео о гранатах. Расскажу, я 10 лет гоняю, у меня гранаты не хрустят, я их ни разу не менял. И расскажу, почему у вас постоянно хрустят гранаты, и многие думают, что это какой-то минус в машине, слабое место. То есть, двигатель простой, ходовая простая, коробка простая и надежная. По салону уже ишла в 99-х новая панель, то есть, высокая, уже тахометр появился, наконец-то инженеры АвтоВАЗа додумались засунуть туда тахометр. Я же говорю, я не понимаю, почему они отказались, видно, сэкономили, бюджет не позволял, именно какие-то, наверное, скорее всего, были ограничения, рамки по бюджету, и тахометр не входил, чтобы машину сделать максимально дешёвую. 99-ки уже догадались сделать тахометр, который, конечно, летает, а стрелка показывает погоду в космосе, но то такое. Опять же, 99-ка, очень динамичная, хорошая на разгон, как и любой переднеприводный, ВАЗ, комфортная, ну, как комфортная, в разумных пределах, ВАЗ не может быть комфортным, как я уже говорил неоднократно. По тому, как они гниют, опять же, ушла проблема немного, вот, многие, типа, что у ВАЗ, ВАЗ-2-09, ВАЗ-2-08, типа, гниёт задняя крышка багажника, ляда так называемая. С чем это связано? Почему они гниют? У меня, допустим, не гниют, а знаете почему? Потому что я не езжу по городу. Вот когда вы ездите по городу, где зимой посыпают дорогу разными реагентами, и когда вы едете, если вы обращали внимание, восьмёрки и девятки на задней этой крышке багажника, постоянно наседает, там болото, снег, и, соответственно, оно это всё и разъедает, и поэтому там и коррозия идёт в первую очередь. В девяносто девяток там уже с этим, в принципе, особо проблем нет. Почему? Потому что, опять же, аэродинамика, такая вещь, что, грубо говоря, там с этим особо проблем нет, потому что там особо так сильно не оседает. Оно всё чуть-чуть пониже оседает. Ещё, как я вот считаю, плюсом в девяносто девятки, допустим, в восьмёрке-девятке, когда погода какая-то грязная, допустим, меня нет сзади дворника, да и вообще, большинство машин, тут дворник сзади и не работает, а даже если бы он работал, надо, чтобы там и омывалось, как это, то есть стекло всегда, заднее грязное, в него ничего не видно. Ну, я, в принципе, в заднее никогда не смотрю, чтобы вы знали, я даже в зеркало никогда особо не смотрю, потому что я так еду, что я сомневаюсь, что кто-то будет там меня обгонять. Очень в редких случаях я только при повороте налево, когда на перекрёстке, чтобы какой-то уникал, когда я поворачиваю, не пошёл на обгон, а я в него не заехал. А так я, в принципе, никогда назад не смотрю. У меня даже в машинах нет зеркала в салоне, то есть у меня только маленькие боковые зеркала. В 99-ке с этим проблем нет. Почему я? Что в 9-ке, в 8-ке заднее стекло постоянно, если какая-то сырая погода, оно грязное, то есть нифига в него не видно. То есть кому надо, кто смотрит через зеркало центральное, поэтому вы в него ничего не поедете. Это проблема, в принципе, всех хэтчбеков. То есть, а в 99-ке уже седан, аэродинамика другая, то есть с этим как бы меньше проблем. А так машина очень хорошая, то есть получилось очень... Вобрала в себя все плюсы предыдущих моделей, практически минусов никаких не имеет. Кузова относительно свежие, не сильно так гниют. Поэтому я журю, очень хороший вариант. Машина именно та, которая имеет реально очень много плюсов. То есть, не знаю, я журю, может себе и куплю как бы для подседневной машины. Какой-то там прицеп возить. Да прицеп можно, в принципе, любой машиной тягать, а не тягатель прицепа. Ну, я просто... К чему? Что я очень часто вижу 99-ки, использую где-то там за товаром люди ездят, багажник сверху, прицеп закинул, она и так развесовка плохая, колеса в воздухе и порулил. Ну, то такое. Каждый берет машину для своих целей. Напишите в комментариях, какие вы считаете плюсы и минусы автомобиля ВАЗ-2109. И кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok